Действие второе, картина одиннадцатая. То ли правда, то ли сон. Перед занавесом встречаются Бабарыкин и Алексей Столыпин. Алексей. Ищу тебя, Федор Афанасьевич. С ног сбился. Бабарыкин. Что твои лазутчики? Вернулись ли? Алексей. Один. Петр Беспалый только-только вернулся. Другой у ворога в плену. На заставу напоролся. Жив ли, нет ли? Незнамо. Бабарыкин. Что Петр выведал? Говори скорее, Алексей. Все, как Афанасий до Кольша сказывали, так и есть. Лагерь человек на три тысячи. Уже поднят. Полки построены. Вот-вот двинутся. Бабарыкин. Вот оно значит как. Совсем нет у нас времени на сборы. Поспешать надо. Собирай своих людей, да вели ко храму направляться. Я велю исполнить кое-что и сам буду. Незамедлительно. А встретишь кого из голов, так тоже всем передай, чтобы с людьми ко храму собирались. Алексей, послушай, еще что скажу. Привиделось мне или взаправду, только видел я на ярмарке Силуяна Татарина. Того, что деда вечного убил. И какой-то другой он. Не узнать бы вовек. Щека подвязана. Шапка на глаза надвинута. Попробуй тут. Узнай. Только столкнулся он с бабой какой-то. Она с первоначалу взъярилась. Чего, мол, толкаешься? Проходу не даешь. А потом, как узнала, кто это. Уж так возрадовалась. Силуянушка кричит. Соколик мой. Татарин мой ненаглядный. Да где ж ты пропадал? Совсем позабыл меня. Только Силуян слушать ее не стал. И руки в ноги, то есть ноги в руки. И был таков. Хотел я человека за ним послать. Бабарыкин. Что ж, не послал? Алексей. Так ты ж тут кликнул. Велел на совет собираться. Вот и не послал. Да потом я же не знал про Силуяна, пока Афанасий твой не сказал. Бабарыкин. Вот что. Вот что, Алексей. Изловить нам надо Силуяна. Бери людей, сколько хочешь. Что хочешь делай. Но доставь мне его в целости и сохранности. Живой он мне нужен. Только живой. Понял? Алексей. Сделаю воевода. Да. Бабарыкин. А как споймаете, веди к дому моему. Я там ждать буду. Ступай. С Богом. Расходятся. Картина двенадцатая. Вечный дед и Кольша. С двух сторон навстречу друг другу появляются вечный дед и Кольша. Кольша хромает. Идет с костылем, понурившись, уткнувшись лицом в землю. Дед простукивает себе дорогу посохом. Встречаются по центру. Дед протягивает руку, чтобы ощупать лицо встречного. Кольша приседает, поднимает голову, видит деда. С воплем отскакивает. А-а-а! Сгинь! Сгинь, растворись! Чур меня! Чур меня! Чур меня! Дед, внучок, Кольша, ты что ли? Куды побег? Пойди ко мне! Кольша, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани меня! Дед, не ори, дурень! Не тревожь Богородицу попусту! Кольша, боюсь я! Изведи от меня чудище! Дед, ей богу, дурень, как есть! Я это Трифон! Вечный дед твой! Никакой я не чудище! Живой я! Живой! Можешь потрогать! Кольша, а-а-а! Не обманешь меня, вурдалак проклятый! Возьму я тебя за руку, а ты меня и утянешь в свое болото! Дед, дурачина ты, Кольша! Тьфу! Не вурдалак я никакой! Живой я! Живой! Живой! Теплый я! Потрогай! Теплый! Кольша, да как же ты живой, когда тебе силуян саблей убил! Я же знаю! Ты же сам мне сказывал! Дед, послушай меня, внучек! Перепутал я! Не ту тебе баклажку дал! Хотел дать сон травой! Как и спил бы я из нее, так со спокойствием и уснул бы навсегда! Да дурна голова перепутала! Дал тебе баклажку с одолень травой! Раны мои затянулись! Опять не взял меня Господь! Только глазного зрения лишил! Ну, подойди ко мне! Кольша не трогается с места. Ну, подойди! Не, слух! Родной дед тебе не указ, что ли? Смотри! А то отхожу розками! Кольша! Ага! Как же! Отходит он! Че-то ты, как помер, так шибко грозный стал! Вытяни давай руку вперед! Я сперва началу потрогаю тебя! Дед вытягивает руку. Кольша с опаской приближается к нему. Трогает руку. Порывисто обнимает деда, припадает к его груди. Чуть не плачет. Дедушка, миленький, как я испужался, если бы ты только знал. Мне так страшно было! Просто слов не найду. Как страшно! Дед, ты чего это? Ты это не смеешь мне тут сырости разводить? Детятка мою! А что это ты с костылем, что ли? Что это стучит у тебя? Кольша, так это тот силуян, который тебя саблей убил, меня тоже убил стрелой. Я в кинешму кинулся к воеводе, как ты велел, а он меня стрелой-то и пронзил. Дед, ах ты, господи! Так ты, значит, до крестника моего не дошел? Кольша, Какого крестника, дедушка? Дед, Федор Бабарыкин, он же крестник мой, моего да наш, Федор Афанась. Ты не был у него? Ничего ему не сказывал? Кольша. Сказывал, дедушка, Сказывал. Ты не беспокойся понапрасну. Слушай, все скажу. Ну, сказывай. Как силуян-то пронзил меня стрелой, так и упал я. И пополз. Больно было, хоть криком кричи, только не кричал я, а полз. Потом потихоньку встал, гляжу и глазам не верю. Афанасий, Бабарыкина сын, ко мне едет. Только у дед как-то чудного, да не признает меня. Не, потом признал, конечно. Я ему все передал, что ты велел. А еще добавил про силуяна. А дальше он к отцу своему поспешил. А я тут чувствия лишился и лежал без чувствия. Дед, Ах ты, детятка мое, ты прости меня, что не уберег. Не серчай на деда. Кольша, Что ты, что ты? Как же я могу на тебе серчать? Дед, А дальше-то? Дальше-то как? Кольша, А я не знаю как. Сколько я без чувствия пролежал? Я не знаю. А когда глаза открыл, то у лекаря нашего, ну, ты знаешь его, очутился. И Афанасий был со мной там, и еще люди были. А пока я, значит, без чувствия лежал, лекарь стрелу-то достал из меня, повязку наложил с травами, а еще снадобье лечебное в мене влил. И от этого воскрес я, будто и поднялся на ноги. Только лекарь объявил мне, что с этого дня и до могилы ходить мне тепереча с костылем, потому как стрелой силуян мне какие-то внутренние пути перешиб. Всхлипывает, дед ласково гладит его. Люди добрые накормили, напоили, костыль дали. Смотри, какой крепкий, да ладно. Да лекарь еще баклажку снадобья дал. Как заноет заболит, то место, куда стрела вошла, так должен я снадобья и спить немного. А повязку велел не сымать, пока не отвалится. Дед бедный, ты, дитятка мое, ка бы жива была твоя матушка, ох, осерчала бы на меня, что не уберег. Однако нечего нам горю предаваться. Веди меня до дому, доступай к воеводе, скажи, что я снова есть живой. Идут к своему дому. Дед держится за плечо Кольши. Да, Афанасия, отблагодари за спасение свое. Это ж он, верно, людей к тебе лежачему привел и к лекарю тебе доставил. За доброе дело, за всегда человеку благодарность должна проявлять. Да, Господа нашего тоже не забывай благодарить. Помни об этом, внучек. Скрываются. Темнота. Картина тринадцатая. Ярмарка. Алексей Столыпин и Семен Радьков тайно следуют за Силуяном. Семен. Который, говоришь? Алексей Столыпин. Который в шапке за пушкой с оболей. Семен. Верно говоришь? Алексей. Да уж куда вернее. Он. Не сумлевайся. Резко отворачивается. Ты чего? В нашу сторону посмотрел. Он знает меня. Как бы не почуял чего. Семен. Так меня-то он не знает. Стой здесь. Я сам возьму. Ты только пособить готовься, если что. Алексей. Ступай. Но гляди. Он вояка опасной. Я рядом буду. С Богом. Ступай. Семен подходит к Силуяну. Алексашка! Ты ли это? В таком виде? Откуда ты? Силуян вздрогнув берет себя в руки. Мой не есть, Алексашка. Ты, имея быть, ошибался. Семен. Ох, хитрец! Хочет обнять Силуяна, но тот отстраняется. Ах, шутник! Алексашка! Силуян. Мой будет громко сказать стража. Ты должен от моя ухожаль. Моя имеет бить голландска гость из Голландии. Семен делает вид, что удивлен. Ох, и верно! Обознался я. Прощения просим. Очень уж твоя личность на Алексашку похожа. Кланяется ему. Милости просим в славный город Кенешму. Что голландский гость у нас купить желает? Силуян. Мой имеет искаль хороший лен. Ви имеет хороший лен моя слюшает. Семен. А, лен! Лен у нас знатный. Если желает гость заморский, я могу показать ему очень хороший лен. Силуян. Найн. Моя жаляет сам смотрель. Семен паштидаром. Паштидаром. Силуян. Моя есть много нравится, когда паштидаром. Ти есть хороший шалафек. Моя идет с тобой, твоя лабаз. Идут в сторону. Силуян незаметно вынимает большой нож, замахивается для удара. Семен перехватывает его руку, завязывается драка. Вынимают сабли, сражаются на саблях. Появляется Алексей Столыпин, набрасывает на Силуяна аркан. Вяжут его. Силуян. На помощь, караул, заморского гостя грабят. Люди, на помощь. Семен. Ух ты, по-нашенски заговорил, собака. Алексей Столыпин. Знаешь меня, вор? Силуян молчит. Сейчас воеводе расскажешь про Голландию свою. Все расскажешь. Силуян. Алешка, да ты что, да я ж пошутил, да я ж нашенский. Ну, ты что, не узнал меня? Алексей. Узнал, узнал, очень даже хорошо узнал. Силуян. Возьми вот деньги, у меня много, мало будет, еще дам. Алексей Столыпин. А, все по-ди польские. Силуян. Зачем польские? Наши, родимые. Алексей. Значит, за наши продался Лисовскому собака. Силуян. Алешка, да ты что, да мы ж с тобой с молодых ногтей. Ему затыкают рот кляпом. Семен Радьков, двигай, давай, прыщ голландский. Уходят. Картина четырнадцатая. Дом Бабарыкина. Бабарыкин. Ну, где он? Заводите. Заводят Силуяна. Он тут же опускается на колени, подползает к Бабарыкину. Прости меня, великий воевода. Ошибка страшная вышла. Бабарыкин. Вижу я, что ты рад меня видеть, Силуян татарин. Силуян. Ну, как же не рад, Федор Афанасьевич. Очень рад. Справедлив ты, это все знают. Разберешься, накажешь виноватых. Не того взяли. Вели меня развязать. Бабарыкин. И кто же это тебя взял за место того, кого нужно? Силуян. Да вот Лешка Столыпин и взял, потому как зуб у него на меня. Алексей Столыпин. Ах ты, собачий сын. Смотри-ка, Федор Афанасьевич, он еще и меня виноватит. Выхватывает плеточку. Я ему сейчас мозги-то на место поставлю. Движется к Силуяну Бабарыкин. Остынь, Алексей. Остынь, я сказал. Алексей нехотя убирает плетку. Значит, Силуян, говоришь, зуб на тебя у Алексея, потому и взяли тебя. Силуян. Знамо дело. Так и есть. На масленичной неделе, да уж года четыре тому назад сошлись мы с ним в кулачном поединке. Отделал я его тогда, так отделал, что простить он мне этого не может досель. Алексей Столыпин взвился. Воевода, ну дозволь я вышибу душу его примерскую. Бабарыкин, не дозволю. Выть на воздух. Продышись. Успокой разум свой. Ступай. Алексей мнется. Или ты думаешь, что верю я в слова ядовитого этого паскудника? Ступай. Алексей выходит. Силуян. Вот видишь, воевода, правда-то глаза колет. Оттого он и взбеленился. И правильно ты его отправил. А я еще раз повторяю. Не того взяли, ей-богу, не того. Бабарыкин. Ах, не того. А где же тот, кого надо было брать? Силуян. Скажу. Скажу тебе, воевода, все скажу. Вели только развязать. Руки огнем от веревок горят. В голове туманится. Бабарыкин. Ну так скажи все и снимем путы. Силуян молчит. Че ж молчишь-то? Язык проглотил. Силуян. Вели людям твоим выйти. Тебе одному поведаю тайну. Бабарыкин. Ишь ты хитрец. Развяжите его, да выйдете все. К Семену Радькову. Оружие-то при нем? Семен. Нет, все взяли. Сабля, нож охотничий, декинжал заморской работы, еще складничок был в сапоге спрятан, да и какая-то штука диковинная. О, смотри, подает Бабарыкину странный боевой предмет. Думаю, что это бусурманская работа, или с востока откуда. Бабарыкин Силуяном. Хорош голландский гость. Хорошо на ярмарку снарядился. Ну, так что ж ты мне про Лисовского-то хотел сказать? Силуян, а какого Лисовского? Бабарыкин, а того самого? Силуян, воевода, Христом Богом клянусь. Бабарыкин, грош цена твоей клятве. Не тревожь господа попусту колыханием воздусей. Говори, собака, по какой дороге Лисовский накинешь ему идут? Отвечай, ежели жизнь дорога, говори. Силуян, всю правду скажу. Не шпионить я пришел, предупредить вас. Бабарыкин, а что ж ты сразу-то ко мне не явился? Силуян, за мной шпионили. Не смел я сразу к тебе, потому как должен был сначала от Саглядатаев схорониться. Бабарыкин, ну и где эти Саглядатаи? Укажи, мы их споймаем. Силуян, двое их было. Один высокий такой, длинный, что оглобля, лицо рябоя, другой вроде отрок, с виду совсем, в опорках. Бабарыкин, предвидувшись почти вплотную, ай-яй-яй-яй, значит, говоришь, Саглядатаи за тобой ходили. Оттого и не являлся ты ко мне, Силуян энергичный. Вот, 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 ходили. Могу на Святом Писании поклясться, Бабарыкин. О Саглядатаях твоих мои люди позаботятся. К Семену Радькову. Семен, веди сюда Саглядатаев, будем опознание делать. Семен выходит. Бабарыкин Силуяну. Ты согласный на опознание? Силуян заерзал, забегал глазами. Ну, так чё ж не опознать-то? Можно опознать. Семен вводит Кольшу. Тот сильно хромает. Увидев Силуяна, бросается к нему, замахивается своим костылем. Вор! Убью собаку! Рыдает Кольшу. Хватают, отбирают костыль. Он вырывается. Я тебя голыми руками! Я тебя... Я тебе... Пустите меня! Я удушу его! Пустите! Он дедушку саблей убил! Меня стрелой своей калекой сделал! Пустите! Это же вор! Дать! Бабарыкин Силуяну. Узнался глядатая. Отвечай, прыщ смердящий! Силуян молчит. Входит Григорий лапша. Воевода! Все уже в храме. Тебя ждем. Диакон волнуется. Говорит, времени нет совсем. Заметил Силуяна. А! Споймали тебя! Бабарыкину. Некогда с ним возжаться. Снесем башку, да в храм двинем. Бабарыкин. Не можем ораться с ним тута. Вяжите его покрепше. Да вот сюда ставьте, чтоб не убег. После молебна, как на Лисовского выступим, с собой его возьмем. Поставим впереди всех, да кольями подопрем, чтоб лечь не смог. Вот Лисовские его стрелами да пищалями и кончат. Силуян пытается что-то сказать, ему затыкают рот. Ноги вяжут, стягивают веревкой с руками, на шею набрасывают петлю, конец которой привязывают к ногам. Кольша. Дядя Федор Афанась, можно я здесь и останусь? Постерегу вора. Бабарыкин хитер ты, брат Кольша. Думаешь, все уйдут? Тут ты вора этого и кончишь? Нет, дружи, не марай ты руки свои, опада лету. Пусть чистыми остаются, как и душа твоя светлая. Воевать да умирать, да убивать ворогов, это мое ремесло. У тебя другой путь. Беги лучше к дедушке. Я слышал, что опять не взял его господь, только зрение лишил. Вот ты и будешь его глазами. Беги. Кольша, я с тобой хочу, на Лисовского хочу идти. Бабарыкин, эш ты, вояка, беги, сказал, не серди меня, а то я ведь и батагами могу поучить, коли не поймешь. Обнимает Кольшу, славный ты человечек, Кольша, жить тебе надо, надо тебе долго жить. Все, ступай, больше нет у меня времени с тобой толковать. Ступай. Кольша уходит. В храм, други мои, диакон ждет, время дорого. Все поспешно выходят, направляясь в храм. Связанный Силуян остается один, извивается, пытаясь освободиться. Картина пятнадцатая. Появляется Феодора, видит связанного Силуяна. Ты кто, мил человек? Что ты здесь? Силуян, мычит. Ты не мычи, а то боязно мне. Сейчас людей кликну. Силуян стонет. Не пойму я, что ты такое. Подожди, помогу тебе, вынимает кляп. Силуян отплевывается облегченно. Спасибо тебе, голубица моя спасительница. Узнаешь ли ты меня? Феодора, всмотревшись, лик твой вроде знаком мне и голос. Неужто быть того не может? Силуян, подруженька моя милая. Да неужто так я изменился? Феодора, Силуян, Силуян, я это, я, лада моя. Феодора, в замешательстве, что ж ты сотворил такое, что связан по рукам и ногам? По навету, эта матушка моя, Феодора, а то как же, по навету муку принимаю. Феодора, а не врешь ли ты, Силуян? Муж-то мой, Федоров, аначе справедливостью славен, а хальников, шептунов да наветчиков вмиг выводят на чистую воду. Силуян, знаю, знаю я про светлую душу мужа твоего, много наслышан, только, Феодора, что только, боюсь, не поверишь ты мне. Феодора, ты сказывай, может, и поверю. Силуян, совестно сказать право слова. Моя к тебе любовь причиной у того навета. Феодора, зачем такие слова говоришь? Смущаешь меня. Силуян, правду говорю, истинный Бог правду. Феодора, не гневи Бога, Силуян, какая может быть любовь, когда я уже скоро двадцать лет, как за Федором Афанасьчем замужем. Силуян, да неужто забыла ты, как мы на Волге с тобой умиловались. Феодора, ну как же забыть, ничего не забыла, только с той поры столько воды утекло. Были мы молодые тогда, свободные, как птицы, легкие, как ветерок весенний. Но нынче-то все другое, Силуян, ничего не другое. У меня в душе ты такая же молодая, как тогда. Да вон глаза твои светятся, как вспоминать стало. Такие же глаза, как тогда. Стонет Феодора, что, больно тебе? Силуян, сил нет терпеть, сняла бы ты петлю, душит. Феодора, петлю-то я, пожалуй, сниму, только развязывать не проси. Рассердится Федор Афанась, коль узнает. Силуян, да развязывать я ишь не прошу, петлю только сними. Феодора снимает петлю с шеи Силуяна. Он облегченно вздыхает, вертит головой в стороны. Так легче, Силуян, спасибо, голубица моя. Легче, Феодора. Так за что связали-то тебя? Только Христом Богом прошу, не ври. Больно мне на тебя такого смотреть, но еще больнее будет, коль и захочешь обмануть. Силуян, что ты, душа моя? Да разве в моем положении есть резон тебя обманывать? Руки-ноги связаны, ни обнять тебя, ни приласкать не можно. Лишь глаза мои могут тобой улюбоваться, дорадоваться, что я снова рядом с тобой, пусть и не так, как желалось в мечтах. Феодора, коварные речи твои, Силуян, опасны. Силуян, да то и есть, что опять смущаешь ты меня. Силуян, да что же, что же мне делать, прикажешь? Как увидел я тебя, так и взволновало сердце мое, да так что удержу нету. Одно лишь в голове обнять бы тебя, да поцеловать в последний раз на прощание. Одна лишь об этом думка в голове моей. Феодора, хитер ты, Силуян, ох, хитер, хочешь, поди, чтобы руки я тебе развязала, так вот нет, не будет этого, еще учинишь чего. Появляется Фекла, неся пирожки на большом деревянном блюде, ее не замечают. Силуян, не веришь моим словам, так слушай же меня, сизая голубица моя, три года воевал я в Южной Московии, и против поляков стоял, и против других ворогов, и ранен был, и в плену сиживал, бежал, снова воевал, снова пленен был, и в другой раз бежал, и все повторялось, воевал, да в плену сиживал, и так мне это надоело, сил моих не стало, домой захотелось тебя увидеть хоть глазком одним, только и мечтал об этом, и услыхал я как-то, что готовят поляки поход на нашу страну, и подумалось мне, сделаю только вид, что хочу с ними быть, дадут и коням, и амуницию, еще жалования платить будут. Феодора предать, значит, решил, Силуян, ну что ты, что ты, что ты, это военная хитрость называется, а не предательство, сделать вид, что на сторону недруга переходишь. Феодора, вижу я, хлебнул ты этой хитростью военной по самое горло, связанной, да с петлей на шее, Силуян, что связан, то да, озлился муж твой на меня понапрасну, но я ему все про поляков, Лисовского, в подробностях поведал. Феодора, каких поляков? Силуян, ну тех, что накинешь, мы идут. Федор Афанась поверил мне, народ собирает, в храме, к битве готовится. Феодора в ужасе на него смотрит. Ну только ты не волнуйся, я ему весь план Лисовского разложил, пути спасения обозначил. Лисовскому победы не видать, одолеют наши. Не вру, господь свидетель. Феодора в тревоге, то-то сердце мое чуяло, то-то с утра пекло в груди, да теснило. Силуян, ладушка моя, смотрю я на тебя и любуюсь. Уж как ты хороша в сей момент словами не передать, как на той порсуне, что у меня на груди все годы хранится. Феодора, о чем-то своем думая, какой порсуне? Силуян, ну той, что маляр наш Амвросий намалевал. Феодора, не знаю я про порсуну. Силуян, показал бы я тебе, да руки связаны. Одну только руку освободи мне на малую минутку. Порсуну представлю тебе, потом опять свяжешь. Феодора, словно не осознавая того, что делает, распутывает одну руку Силуяна. Он лезет к себе глубоко за пазуху, неожиданно вынимает нож, делает движение в сторону Феодоры. С воплем подлетает к нему фекло, со всей силы бьет деревянным блюдом по голове. Пирожки разлетаются во все стороны. Феодора с криком падает в обморок. Силуян валится на бок, натыкается на свой нож, хрипит, затихает. Фекло, ах ты змей примерзкий, дать, люди, на помощь! Темнота. Картина шестнадцатая. Моленье. Леша в своей кровати ворочается, шумно дышит, приподнимается на подушке, отбрасывает одеяло, вновь укладывается. Ему снится моленье во храме. Видео «Ополченцы в храме». Молебное пение ко Господу Богу, пиваемое во время брани против супостатов. Господь защитник наш и помощник наш, яви ныне благодать силы Твоей, благослови и укрепи рабов Твоих и помоги им в совершении задуманного доброго дела, ибо Ты, как всесильный Бог, можешь творить все по Своей воле. Многомилостивый Господь, сокруши врагов под ноги наши. Отврати от нас праведный гнев Твой и помилуй нас. Многомилостивый Господь, сокруши врагов под ноги наши. Милостивый Боже, ныне молим Тебя, даруй православным людям победу над врагами. Силою неизреченную Твоею, многомилостивый Христе, защити людей Твоих от всякой напасти, даруя православным людям победу над врагами ради причистой Твоей Матери и всех святых. Многомилостивый Господь, сокруши врагов под ноги наши. Матерь Божия, сохрани под кровом Твоим христолюбивых воинов и Отечество наше, и своим представительством у Сына Своего, Христа Бога нашего, и спроси нам победу над врагами нашими и супостатами. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услыши, помилуй, не на луг наш уповаем, не оружие наше спасет нас, Господи, но Твоей всемогущей помощи просим и на Твою силу надеемся, на врагов наших ополчаемся, и имя Твое верно призываем, со умилением молимся Тебе, всемогущий Господи, милостиво услышь нас и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, во веки пребывающий всемилосердный Господь, запрети языкам в достояние Твое приходящим и оскверняющим Церковь Святую Твою, пожени их бурею Твоею и гневом Твоим смути их, исполни лица их бесчестья, да пристыдятся и смутятся в век в века, да посрамятся и силою судеб Твоих гордость их да сокрушится, имя же Твое, да прославится в нас, прилежно молимся Тебе, услышь нас и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе Боже наш, Ты наша крепость, многомилостивый Господь, сокруши врагов под ноги наши, посмотри, милостивый, на людей Твоих, пребывающих в скорбях и подай помощь Твою на одоление врагов наших, разжени врагов наших рукою Твоею, Господи, и защити нас, людей Твоих, победу, как и древним Давиду и Иисусу на вину над иноземцами, дай нам над всеми восставшими на нас супостатами, пророки со апостолами, мученики со святителями и преподобные отцы со всеми святыми молитву творите ко Христу за нас прилежно, да переменит гнев на милость, победу даруя нам над врагами. Богородица, воспетая всеми, Ты все можешь у привечного Сына Твоего, умоли Его, как милосердная Мать, избавить нас от всех зол. Многомилостивый Господь, сокруши врагов под ноги наши, Матерь Божия, принеси усердные молитвы наши Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет нас Тобою от всех врагов наших. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, эту Тебе молитву во владыке мы грешные приносим, помилуй нас. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, надеющиеся да на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты есть спасение рода христианского. Помилуй нас, Боже, по Твоей великой милости молим Тебя, услыши, помилуй, Господи Боже сисильный, Боже спасение нашего, Боже единый творящий чудеса, человеколюбно услышь нас, ибо враги наши собрались на нас. О, Господи, Боже спаситель наш, крепость и упование, и заступление наше, в милости и щедротах Твоих, посети смиренных рабов Твоих, ко Твоему милосердию преподающих, возвесели сердца наши, укрепи нас силою Твоею, восстань в помощь нашу, и разруши лукавые советы мыслящих нам злое, суди обидевших, и побори борющих нас, и обрати нечестивое дерзновение их в страх и бегство, православному же воинству нашему, на Тебя уповающему, помоги в дерзновении и мужестве погнать и настигнуть их, и с именем Твоим победить. А тем же, кому суждено положить на брани душу свою за веру и отечество, тем прости согрешение их, ибо Ты есть заступник, и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Картина семнадцатая Сборы Бабарыкин в Исподнем стоит по центру, Феодора с Феклой поют обрежая Бабарыкина. Надевают чистую белую рубаху, стеганую куртку, кольчугу, жупан, накручивают пояс, поверх застегивают кожаный, к нему привешивают саблю, пистолет, пороховницу, нож, топор и так далее. Да над Волгою заря ах, занималася, на Руси война дана, ах, начиналася, собирала Русь эх, войско бранное, всем сынам ее слу, ах, служба явлена, моему ль мужу, ах, было сказано, наперед идти да воеводой быть, у моего мужа эх, коня не было, коня не было, да ехать не на чем, уж ты мил мой, эх, друг, душа моя, ты залож меня, да ты купи коня, ты залож меня, да ты купи коня, службу выслужишь, да ме, эх, меня выкупишь. Бабарыкин, прощай, любовь моя, все теперь во власти Божьей, только не хочу надежить тебя, детей поцелуй, да скажи, что любит их отец больше жизни своей, сам бы им сказал, да времени у меня нету, совсем нету у меня времени, ни минуточки, прощай. Фекла завыла, но осеклась, закрыла себе рот платком. Феодора, прощай, любимый, сокол мой ненаглядный, нет у меня слов для прощания, детям я все передам, все скажу, как ты велел, нет слов, чтобы выразить тебе мою любовь к тебе, не говорю тебе, чтобы поберег ты себя, не себя береги, честь свою береги, людей своих береги, а там все будет как будет. Обнимаются, троекратно целуются. Феодора приникает к мужу, так что он с трудом освобождается. Феодор осеняет его крестным знамением, Бабарыкин выходит. Темнота. Картина восемнадцатая. Площадь. В ряд стоят Нелидов, Радьков, Столыпин, Лапша, Федор Ремень, Алеша, Афанасий, Бабарыкин в центре. Бабарыкин, слушайте меня, други мои. Не на живот зову я вас, не на веселый пир, на смертный бой зову, потому те, кто живота ищет, ступайте по домам своим. Не думай, ни словом не попрекну вас. Спасайте себя, скарб свой спасайте, но помните, что срам вечный вам будет в сердцах ваших и в потомках ваших. Ступайте. Пауза. Никто не двигается. Вам же, кто со мной, кланяюсь я в пояс и скажу, там, показывает рукой, гуляет ярманка, тысячи горожан и селян, деток малых несметное число, веселит, салют, торгует, празднует, там наш храм, храм Господа нашего, там святыни наши, а там, показывает в другую сторону, лютый ворог наш, пан Лисовский, которого бечом Божиим кличут и три тысячи головорезов с ним. Мал город наш славный Кенишма и нас мало, но велика отвага в наших сердцах. Если дадим прийти Лицовскому, море крови прольется, Волга наша великая красная от крови людской станет, святыни падут, храм не устоит. Лисовский по храбрости своей и умению воинскому витязь, по натуре же вор и злодей, хочет святыни поганить, хочет деток малых рубить, баб да девок портить, мужиков смерти лютой предавать, грабить и убивать хочет. Нас всего триста душ, но верою мы сильны, и мужеством полны сердца наши. Не одна Кенишма здесь, Костромские пришли сюда, Нелюдовы, Радьковы, Полозовы, из Решмы пришли Григорий Лапшаса товарищи. Из Солдоги есть кто? Не пришла Солдога. Убоялись верно куламзин и Шушерин, отсидеться думают за Волгой. Ну что ж, с этим житим до скончания дней. Федор Красный Стрелецкий сотник принес из Юрьевца весть, что вышла оттуда подмога нам. Но далеко ей добираться, полный день, да еще десять часов, а ворог наш близко, в десяти верстах. Деньги ныльят и здесь, крик здесь. Посадские с тобой со мной, две дюжины нас, Бояркины, Турунтаевы, Вороновы. Всех люблю вас, други мои. Слушайте меня, горожане и селяне, рыбари и ткачи, пастухи, хлебопашцы, вольные люди и которые в крепости. Двинемся мы с вами сейчас на Лухский тракт и встанем на Лухском тракте и встретим там панов и будем стоять. Не дадим святыни наши на поругание, отстоим славный город Кинешму, не посрамим царя нашего Василия Шуйского и Отечество наше, святую русскую землю, постоим за деток наших и поможет нам Богородица. Крики круши Литву, побьем ляхов, помогай нам Богородица. Степан Васильев воевода, Федор Афанач, слышь меня, дай мне меч, я с тобой на вора пойду. Бабарыкин, кто ты есть такой богатырь былинный, назови себя. Степан Васильев, лухские мы, бывший послушник, а ныне летописцем стал, только тяжело мне перо в руке держать, меч полегше будет. Бабарыкин, нет, Степан, отважное сердце, много слышал я про тебя, не пойдешь ты со мной, твое место в келье, и все ж не меч в руках твоих будет, а перо будет в них, и все, что ты сейчас и потом увидишь узнаешь, ты сохранить должен потомкам. А как двинемся мы на вора, то беги стрелы быстрее на площадь базарную и выводи людей, бери с собой сына моего Афанасия, вдвоем сподручнее будет, поведайте всем, что пан Лисовский идет, пусть по домам хоронятся, пусть расходятся, прекращают торговлю, ищут хорониться где, по лесам пусть прячутся, в заволжье хоронятся, только уж громко не кричите, потихоньку людей выводите, ежели громко кричать станете, давка великая начаться может, кровь может пролиться зазря. Вот такая у нас нынче ярмарка. Понял ты меня, Степан? Понять то понял, только обидно мне, с тобой хочу идти. Эх, ты бессмысленный ты человек, не для обиды тебя на площадь да в келью посылаю, пойми ты, не на поле брани ты нужен мне, потомкам ты нужен, для них тебя уберечь я должен, для памяти, что после нас останется. понял теперь, Степан понял, Федор Афанась, кажись, понял, прости, горячность мою, это по молодости лет, а летописец он бесстрастным быть должен. Так пойду я, кланяется всем земным поклоном, сведемся, нет ли, не знаю, храни вас Господь, хочет уйти, но возвращается, а меч ты мне дай все ж таки, ежели вороги в келью мою нагрянут, чтоб мог я постоять за ту память, что потомкам должна остаться. Хо-хо, Бабарыкин, ишь ты какой, ну, меч я тебе не дам, нет у меня ни мечей лишних, ни сабель, вот, возьми нож мой охотничий, да смотри, не потеряй, вынимает из ножен и дает Степану большой нож, вернусь, спрошу, куда дел, да высеку, пожалуй, коли потеряешь, треплет Степана за плечо. Степан, спаси тебя, Господь, Федор Афанасьевич, не сумлевайся, не потеряю, и все опишу, что увижу, узнаю, для памяти потомков. Бабарыкин обращается к Алексею, ступай с ним, сделайте все, как я сказал. Хорошо запомнил, Леша, запомнил, сделаем, выведем народ. Уходят со Степаном. Бабарыкин выходит вперед. Ну, други мои, настал час нашей славы. И пусть не довелось нам сладко пожить, зато познают воры с собаки мужество наше и нашу ярость великую. Побьем, ляхов, вперед, други мои, и поможет нам Богородица. Вперед! Ополченцы уходят. Доносится шум битвы, звон мечей, свист стрел, выстрелы пищалей, стоны раненых, конское ржание и тому подобное. Появляются жены ополченцев. Картина девятнадцатая. Песнь жён. Во время песни то одна, то другая из жён вскрикивает, словно раненая птица, смолкает, покрывает голову чёрным траурным платком, опускается на колени. А и во славном во городе Вакинишме, вакинишме городе на Волге реке собиралось да народное ополчение. Ополчение собиралось во поход войну, во поход войну на злого ворога. Воевода вел да на смертный бой триста воинов славных витязей. Они шли на бой славны витязи защитить свой дом своих жён детей. Наши соколы наши ясные, наши любимые мужья. Полетели вы наши соколы да на битву на злую со ворогом, со вороном ворогом, вором злым. Дальше поёт одна оставшаяся Феодора. «Мил мой муж, воевода мой, Фёдор Свет Афанасьевич, ты стоишь один против ворога, уж изранен весь, кровь течёт рекой». Феодора вскрикивает, словно раненая птица, покрывает голову чёрным платком. Всё заливается красным светом, светом крови, светом пожара. Шум битвы стихает, темнота. Картина двадцатая, вечный дед Трифон и Кольша. В пятне света появляются вечный дед и Кольша. Оба перемазаны в саже, платье местами прожжено. У Кольши за пазухой котёнок, а ещё он прижимает к груди икону. Никакого другого скарба у них нет. Кольша сквозь слёзы. «Деда, деда мой миленький, что ж делать-то мы теперь будем, ведь ничего-то у нас не осталось, а дом наш сгорел, всё сгорело, всякий нишма». Трифон, ну что ты, что это вдруг? Я думал, ты уже мужчина, а ты у меня ещё, видать, дитятка малая. Кольша, ага, мужчина, тебе хорошо, ты слеп, пожарища не видел, а я, а я, знаешь, как страшно было, когда поляки храм наш подожгли, да народ в храме петь начал песнь, я думал, с ума зайду от страха, а потом крик этот, когда люди гореть начали, зажимает уши, захлёбывается слезами, Трифон, ну что ты, ну, значит, так Господь решил, что муку мы должны были принять, обнимает его, гладит по голове, Кольша, всхлипывая, плохой это Господь, неправильный, Трифон, эй, эй, несмысленыш, лободырный, ты, малыш, да глуп, чтобы такие слова говорить, ни тебе, ни мне, никому промысел Божий неизвестен, раз так он соделал, значит, так и быть должно было, а для чего оно так, почему оно соделалось, только небеса знают, Кольша, а где же мы с тобой жить-то будем, ведь ничего не осталось, только икону я вынести успел, да и вот еще его, протягивает деду котенка, дед берет котенка, гладит, улыбается, вот и нечего горевать тебе, ты, можно сказать, свой первый подвиг уже свершил, душу живую спас от погибели злой, тоже ведь божья тварь, ух, ласковый какой, а какого он цвета, Кольша, не видать, он сейчас в саже весь, так что считай черный до самого хвоста, Трифон, значит, будем чернышом звать животину, ого, дрожит, сажает котенка к себе за пазуху, иди ко мне вот сюда, грейся, а нам внучек дрожать, да мокроту на вроде слез разводить, не с руки, Кольша, а что ж нам остается, Трифон, ты, Кольша, малец у меня умненький, хаша и глупый, шо, а только вот что я тебе скажу, ты думаешь, умерла кинешма, раз поляки по ней прошлись, разоряя, да убивая, да поджигая, нет, не умерла, ведь мы с тобой-то живы, да с нами вот, черныш ешо, это значит, что нас уже трое, да поле сам люди укрываются, все укрывались, кто где успел, вернуться, отстроят город и заживут, как мы жили, даже лучше нашего, снова будет шуметь ярманка веселая, я, конечно, этого уже не увижу, а ты, думается, мне, увидишь, доживешь, кладет руку на плечо внука, а они медленно направляются прочь, пал наш славный воевода Федор Афанасьевич крестник мой, горожане смерть лютую огненную приняли во храме, и думает верно Лисовский, что сломил он наш дух русский, так нет же, не сломил, пойдем мы с тобой внучек в Нижний, хоть год будем идти, а дойдем, говорят тамошний староста земский Кузьма Минин, очень зол на поляков с литовцами, да на самозванцев, вот к нему мы и пойдем, будем по дороге добрым людям сказывать, как погиб наш Бабарыкин с товарищами своими, про лютую смерть сограждан наших от рук ворогов сказывать будем, добрые люди не покинут нас с тобой в годину невзгод, и накормят, и напоят, и ночлег дадут, а как придем к Кузьме Минину, то и ему обо всем том поведаем, а уж он раскрутит меч народного восстания, уж он раскрутит, как пить дать, и узнают тогда недруги силу гнева русского, так узнают, что никогда не забудут. Скрываются видеоэпилог на рыночной площади. Леша несет цветы к памятнику Бабарыкину. Мальчишки играют в войнушку, сражаются игрушечными саблями. Леша к одному из них обращается. Ух ты, здорово! Ты за кого? За немцев? Неа! За поляков? Неа! За литовцев? За турков? Неа! Я лузский. Русский? Лузский! Я Бабалыкин! Вместе несут цветы к памятнику. Низкий удар колокола. Темнота. Занавес. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok